Здорово, стратегические жевжики! Вы видите и слышите главного жевжика планеты Земля Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю. За Зулусов проходить Сидмэр Сивилизейшн 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Подробности, что мы тут делаем в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, лучше перейдите к первой серии. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. Ну что ж, мы тут захватываем потихоньку Индуса. Вышли в темный век. В этот раз он был нормальный, нормальный, а теперь вообще в темный. Не советую, что у нас импи были и прочее, прочее. Так, за что ж нам брать? Может здесь живут драконы? Мы, по-моему, вообще ни одного не открыли континента еще. Давайте попробуем здесь живут драконы взять. Потому что... Да, господи. Потому что здесь за континент плюс 3. Ну, за уничтожение морского юнита вряд ли. За континент и за чудо природы. Так что, возможно, здесь как бы мы побольше сможем набрать. Так, давайте попробуем. Вдруг нам удастся слона убить сразу. Не удалось. Жаль. Придется так подходить. Так. Блин, а вот разграбление этих ступенчатых колодцев даст, интересно, веру или... Ну, я бы, наверное, атаковал город, честно говоря. Давайте этим сюда подойдем. Этим проатакуем город. Не должен он убить, а по идее вот тут мы этим подходим. А так должны агру следующим ходом взять, мне кажется. Но я не уверен, прямо скажу. Так, сколько у нас... Если мы агру берем, то, наверное... Короче, если будет хайдерабат... Нет, хайдерабат нормально. Если будет Майсур отваливаться даже после взятия агры, тогда пересадим туда кого-нибудь. Так, с этой стороны у нас англичанка гадит. Тут, конечно же, катапульту атакуем. Покажи, может мы ее убить сможем. Да, мы ее... Да, вы прикалываетесь. Ладно. Давайте арбалетом доб... Или... Давайте так вот мечника добьем, а тут катапульту. Отлично. Так, неплохо, неплохо. Эту лошадь я просто построил. Знаете, может, попробуем какие-нибудь караваны тут разграбить. Какой-нибудь туда побежим. Просто, ну, атаковать лошадью, не смотря на то, что это корпус, она маловато будет бить. Давайте просто постоим, полечимся здесь. Так, а тут я иду к селитре. Да, я понимаю, что дорого стоит, но надо... Видите, сколько мы всего сразу ускорили. И ученичество, и нарезные стволы. Так, четыре заряда. Я думаю, сюда идти скот обработать, или сюда овечек. Или вообще пойти в Улунди и повырубать лес. Ладно, сначала овечек давайте. Что, на холме, там приятненько будет. Так, что у нас по городам? В принципе, раз есть и Канда, я бы, наверное, какую-нибудь... Блин, тут Петру можно построить. Ну, наверное, импи построил, все-таки корпус. Очень-очень неплохо работают, импи мне очень нравятся. Так, вот тут торговца. Так, тут достраиваются импи, акведук. Ну, вообще, дальше пойдем. Вообще, я бы еще этих построил. Корпус колясок, чтобы рыцарей открыть. Платники норм. А у нас стоит на... Не стоит. А что мы тут открыли? А, ничего мы не открыли, то мы вышли просто в следующую эпоху. Два хода исторические хроники. Я бы тогда поставил... Ну, можно ветеранство, кстати, пока убрать. А, нет, не надо, у нас гавань строится. Ладно, пока так оставим. Но я бы поставил карточку на апгрейд, потому что... Можно будет мечников апнуть, влатников. Ну, вроде сейчас должна агра падать. Так, голосование на всемирном конгрессе. Удваивые тачки. Давайте полководцев. Юниты с указанным типом плюс 5 к боевой мощи. Антипротивокавалерийские. И сюда мы даже вложимся. Блин, у нас мало голосов, и я боюсь, сейчас еще против моих юнитов пройдет, будет жопа. Ну, обычно компьютер голосует за что-то. Ближний бой плюс 5. Ну, ладно, ближний бой, так ближний бой. Так, значит, подходим. Подходим. Ну, да, берем. Наверное, этим сначала проатакую, чтобы ближе к Дели было юниты везти. Так, теперь переводим сюда генерала. Сюда арбалет. Коник поскакал к этим городам. Ну, что тут в Майсуре, как теперь? Минус 4,8. Ну, пока не перебрасываем. Вот Дели возьмем, вот вообще не должно быть никакого... А Хайдарабад странно, что отваливаю. Нет, 2,2 уже плюс, отлично. Агро, да, Дели берем. У Индуса 2 города осталось. Нет, 4. Он уже успел понаставить городов где-то тут. Но я бы, честно говоря, после Дели пошел на Англию. Вот эти бы города основные взял. Так, уровень. Блин, вот это жалко, что на равнине мы бы могли отсюда катапультой стрелять. Так, встану здесь пока. А, блин, я же с инками не воюю. Я сейчас думал, блин, кахомарку взять. То есть, следующим ходом апаем в латников. Тут делаю эту. Ну, я, собственно, и в ней и буду делать эту осадную башню. Делаю. Но я забыл, что мы с инками заключили мир. Так, в агре ремонтируем монумент амбар. Тут драгоценные камни. Так, в Улунде. Надо ли нам еще юниты строить? Всегда такой вопрос интересный. Сильно ли мы отстаем по науке? О, мы даже не последние. Ну, понятно, что тут Вавилон впереди. Давайте дружбу опять. Так, табак никому. Мне вот реально надо искать другие города и континенты. Поэтому только вопрос, успею ли я за эту эпоху это сделать. Понимаете? Ну, амбар, хотя тут, видите, в минусы из-за того, что низкая лояльность. Тут пока в минусы идет. Ну, по идее, если мы Дели забираем, то... Наверное, все-таки сюда подходил пока. Так, что мы в Улунде строим? Оружейное. Да, конечно, райончики у нас нигде нормальные не становятся. Ну, что, гавань может здесь поставить пока? Не думаю, что нужен... Еще юниты нужны. Рост тут есть. Блин, рост тут есть. Хорошо, и тут Петра строится. А, вон есть одна пустынная клетка. Не, Петра не хочу. Акведук... Акведук тоже странно, потому что как раз... Хотя вот... Блин, ну сейчас мы откроем. Ладно, давайте, наверное, гавань. Ну, тут центр коммерции нигде нормальный не становится. У него соседства с рекой тут даже и не будет. Гавань давайте. Армию я вроде строю в разных городах. Мне поразительно, что... Ну, хоть уже опередил по армии индуса, но... У Англии 811 силы армии, где она хрен знает. Хотя, давайте, может, кому-нибудь еще подговорим Англии объявить войну. Как можно жить с такой кучей долгов? Ну да. Кстати... А за что я сейчас планировал апать юниты? Мне надо поторговать. Так, тут, пожалуй, один ход хотя бы полечимся. Да, надо в Майсур кого-то посадить. Давайте... Давайте, наверное, пингалу возьму. Просто пока посажу в Майсур. Конечно, он там немножко бесполезный. Но... Хотя бы просто уже будет. Так, этими всеми один ход полечимся. 50 монет всего. Немного. А, они, слушайте, обстреливают. Вау. Так, блин. Нормально. Так, сколько надо, чтобы апнуть? 150 золота. Ну, то есть 75 с карточкой. Так, подождите, откуда у меня... У меня же было 40 минус 1. А, я разграбил караван. Так. Тогда карточку можно ставить. Вантовайлию. В барсипу. Так, вообще, самый... Выгодный. Ну, все равно плюс 12. Ну, давайте ли я на Вантовайлю ее отправим. Ну, и надо бы, наверное, с инком об открытых границах договориться. Давайте делегацию туда отправлю. Я... А, нет, он не принимает. Так, что с правом прохода? Кстати. Давай мыть еще табак за деньги. Угу. Нормально. Так. Блин, надо было ему предложить, чтобы он к войне против Виктории... Он, наверное, и не захочет. Ладно. Фиг с ним. У португальца должно быть дофига денег. И у него нету лошадей. Вот, 14 лошадей. Я не хочу нажать сделать более рано, потому что у меня будет вход предлагать деньги, а мне вход не надо. Так. Ну, в принципе, можно карточку ставить. Бонусы кампуса. Не нужно у нас нету кампусов. Так. А я вообще юниты... Еще импи тут строю, да? А, гавань построен. Правда, тут гавань строю. А, она не построена тут. Блин, этот встал. Ладно, давайте галеру. Давайте, знаете, что сделаем? Вместо новой строительной... Короче, я вместо ветеранства поставлю... Плюс 100% к созданию юнитов древнего мира античности. А здесь скидка в золоте на ап юнитов. И апаем, в общем-то, этого... А, это уже походил. Следующим ходом надо будет апнуть. Так, в булавае что мы делаем? Что тут с промышленной зоной? Везде плюс 1. Просто, ну вот, плюс 2 есть. Хорошо, если я сюда плюс 2... И сюда акведук, наверное. Да, возможно. Ну, наверное, сначала промышленную зону давайте поставим. Или вообще амбар сначала. Пойдем в амбар. А, потом промышленную зону сюда. Ну, я не хочу рабочего захватывать. Просто пока стоим здесь. Вдруг мы индуса каких-нибудь юнитов сюда... ...вызовем. Так, здесь акведук есть. Вот тут можно промышленную зону на плюс 4. Очень хорошо становится. Блин, лошадок еще хотел где-нибудь. Ладно, давайте пока... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, давайте потихоньку госслужбу, наверное, открывать. У меня тут должны города до 10 где-то, ну, как минимум, у Лунди. И союз с Францией и Вавилоном. Не-не-не. Хлак, тебя не будет на карте. Звиняй. А то потом дожидаться от тебя ядерной ракеты в лицо. Зачем нам это? Я не хочу ядерку в лицо получать. Я вообще ни в какую часть тела не хочу ядерку получать. В лицо просто наиболее обидно. Что? А, why? Because. Губительная засуха ровно. Хотя вот что-то меня тут разфигачило. А, лошадей и ферму. Ё-моё. Так. А не хочет ли кто-нибудь поторговать у меня вот тут? О! У меня, наверное, и была торговля уже. Так. С этим нечем торговать. С инком, по-моему, тоже нечем. С Вавилоном нечем. Мы все просто на одном континенте. Так тупо. Ауч, что-то сильный минус. Ладно, подходим. Все равно пока. Все-таки здоровье ступенчатый колодец дает. Так, ну я хочу здесь кампус, наверное, пограбить сначала. Бо у нас очень мало науки. Не знаю, зачем. Просто что-то хочется пообстреливать. Так, ну пошли, наверное, к лицу захватывать его. Так. Тут ап. И тут ап. В принципе, можно карточку убирать. Пока больше нам апгрейдить нечего. Так, здесь я хочу тропические леса порубить по Дулунде. А раз карточку можно убирать, давайте что-нибудь за один ход откроем. А у нас ничего больше. Ну, четыре нет. Четыре торговых путей я сделаю. Давайте теологию. Я явно религию уже не смогу основать. Блин. Так, знаете, что мы, наверное, вот так поставим. Мне надо, чтобы вот на этого импи работал генерал. Чтобы он сюда подошел, либо так подошел. Ну, в общем, как-нибудь да подошел к городу. Ну, нифига себе, он квадрилемы решил меня обстреливать. Охренел. Блин, нам бы лиц забрать вот этим латником, чтобы он в корпус апнулся. Понимаете, да? Так. Угу, зашибись. Так. Так. И атакуем. Правда, через реку, но нормально. Там плюс пять всего через реку. Так. Да, следующим ходом дели пада. Я даже не буду отводить это импи. О, у нас тут слоны к Хайдарабаду вернулись. Забираем обратно рабочего. Идем с квадрилемой разбираться. И у нас мы должны ускорить следующим ходом судостроение. Давайте тогда судостроение открывать. Кстати, может уже засоюзить валетту. Она все-таки... Ну, с оружейной. Ведь у нас нету оружейных. У нас нету оружейных, так что... Но, с другой стороны, у нас так нормально уже веры. Может, мы что-то... Давайте засоюзим, слушайте. Вообще, ниже никаких минусов. Я бы в Улунде вот амбар, например, купил и монумент. Просто сразу. Стены. 40 монет будет всего стоить. Так, а что квадокудза не растет? Так, ну давайте, наверное, Тамерлан уже вот тут спрячем. Мало кто знает, что Тамерлан был черным на самом деле. Это просто белые скрывают вот... Чтобы не показывать вклад черных в историю этого мира. Ну, давайте, наверное, так и так пойдем. Так, был в Умгунг... Понятно, да, куда? Блин, мне бы, наверное, все-таки вот из этих город... Давайте из Этиквини отправим караванчик. Так, я думаю, что Кынку, но просто он пройдет, как бы, к дорогу проложит через Империю. И 44 науки, слушайте. Приятненько. Даже судостроение можно пока отложить будет. Следующим ходом мы ускорим его, получается. Что-то написано было несчастье, а несчастья на самом деле нету. Так. Ну вот, все в центре я бы за веру покупал. Поэтому любые строения в центре нафиг надо. Давайте, наверное, казарму, что ли. Блин, вообще тут Петра была бы неплохо, но 19 ходов это очень долго. Так, продолжаем гавань строить. Слушайте, а тут с престижем тут, наверное, тоже заповедник. Да, вообще нигде нету нормального престижа у меня из-за отсутствия горы и большого количества тропических лесов. Так что без заповедников. Знаете, насколько дешевле кампус для меня стоит? Потому что я его ни хрена не строил, а другие понастроили их. Канду. Блин, все как-то... Все как-то не то. Давайте галеру еще одну. Ауч. Сейчас по арбалету больно было. Так, Вавилон. Ну, правопрохода... Ну, я бы продал, конечно, лошадей, потому что... Я ими вообще не пользуюсь. Это мне железо надо. Может, ты мне больше дашь? Нет, не дашь. Ну, ладно, вообще нормально. Нормально, принимаем. Уже не будем тут так торговаться дико. Уп, ты там что-то много бьют. Не-не-не-не-не-не. Мира не будет. Ну, смотрите, как... Неплохо так... По... Палатником поработало. Судостроение ускорено. Ну, в общем, и открываем судостроение. И забираем Дели. Ну, по идее, уже агра должна перестать отваливаться, да. Захват столицы плюс четыре. Я, наверное, сначала прокачаю катапульту. Я что-то не очень понимаю, почему у нас в мои юниты заходят вот на этот холм. У меня два очка перемещения. По идее, мне не должно хватать. Неужели из-за того, что тут дорога, типа, получается, есть? Видите, это так не работает. Ну, давайте так. Этот, наверное, сюда отведу. А вот импи сюда поставлю. И мне надо туда везти... Башню. Ну, и... И генерала тоже, в принципе. Так, вот у нас коник еще даст науке, не даст. То есть у индуса, я так понимаю, еще три города... А, нет, два города. Мадурай и Бамбай. То есть вот тут еще... Бум... Подожди. Как он? Бумбай? Мумбай. Бумбай, конечно. Это бывший Бамбей. Так. Надо спасать арбалет. По идее, не должен... Слон добраться до арбалета. Или доберется, блин. Это вот Дели было стратегически важное, конечно. Мы таким образом разделяем индусов. Ну, вообще, Мадурай надо бы забрать. Вот... Мумбай можно, наверное, не трогать. А Мадурай надо забрать. Не хочется тратить деньги на выкуп этой клетки, пожалуй. Просто высадимся. Не хочу я там рыбу обрабатывать. Тамерлан очень хорошо руководит нашими войсками. Вы согласны. Так. Тут маяк. Да, видите, мы меньше денег получаем, но... Блин, ну и вот и как этот путь идет? Ну, по идее, должен вот так, через Улунди. Да. Тут галера есть. Маяк. Меняем карточки. Один ход там. Ну, в общем-то, эти 100% можно убрать и стоимость улучшения юнитов можно убрать. Давайте, наверное, содержание юнитов поставлю. Торговая конфедерация не особо. Каперские патенты. Ммм, внутренние торговые... Вот это, кстати, интересно. Давай. Блин, у нас... Хотя у нас два только всего. Ладно, давай тогда последний героизм. Последний героизм поставлю. И пока морскую традицию. О, можно чай, кстати, проверить. Чай у нас 15% к науке. Надо еще решить. Только, наверное, в Дели надо будет. Тут где-то кампус можно на плюс 3 поставить. Судя по всему. Какой заключить мир? Индия, ты че? А, там же можно аж отметить, чтобы от тебя больше не спрашивали. Забыл. Какие-то ГГшки войну объявили, да? Кагуана. Блин, Кагуана вот тут рядом. Вот это неприятненько. Я бы вот в картографию конкретно шел, чтобы каравеллы сделать. Ну, че, может, уже атакуем? Ну, это в стены будет. Я очень хочу вот этим латником забрать город. Чтобы он... Ну, еще одну способность Зулуса испробовать. По идее, мы с рейшим ходом должны забирать лиц. Есть такое ощущение. Ой, латник, это больно будет. Блин, если я сюда встану, то он меня требушетами обстреляет. Ладно, веру чисто, чтобы воспользоваться валетой где-нибудь в следующем городе. Блин, я уже все в целом... О, там бар не построен, видите? Водяная мельница, я думаю, здесь не нужна пока. Не, а валетта вообще офигительная, по-моему. Блин, хочется на самом деле лес убрать. И лагерь тоже. И отсюда уже квадрирема никуда не денется. Я еще, как-то, за эти очки эпохи получаю. За уничтожение морских юнитов. Ну, просто минус одно удовольствие. Нету смысла, мне кажется, расти. Так, здесь сделали башню. Пора районы делать. Что с промышленностью? Плюс два, плюс... Есть плюс три. Но это... Но это ромашка. А в этой ромашке я бы хотел, как минимум, чтобы были кампуса. Ну, походу, надо строителя делать пока. Эта ромашка чисто на эти два города получаются. Так, здесь гавань начинаем. Да, этого коника нам завалят все-таки. Вот, а сюда надо отступить. В надежде, что выживет. Блин, ну вот фиг ли ты туда высадил салатником? Вот, крутая какая-то промышленная зона здесь получилась. Ну, да, на плюс четыре это круто. Ну, я могу сейчас забирать лиц, но тогда я не воспользуюсь способностью, получается. Обидненько. Черт. Не, ну надо забирать. Так, а что тут отваливается разве? Нет, плюс два. Хотел пингалу пересадить, но если я уберу пингалу, начнет Майсур отваливаться все-таки. Что-то слоны не нужны. Топят слонов, смотрите, в этом. В заливе. Индусы. Нечем кормить уже, видимо. Все. Блин, а я вот не уверен, что вот этот город мне надо брать и дальше на Англию идти, потому что... Тут как раз от Инка будет все отваливаться. Может забить и вот тут с Индусом закончить? Еще можно... Ну, Фесс так себе. Мне кажется, нету смысла туда дальше на Англию идти. Блин, у меня это все есть вообще с другой стороны. Двенадцать вход. Ну, наверное, заключу мир. Я те города просто не удержу сейчас в темном веке. Лучше сосредоточиться на уничтожении уже Индуса окончательно. Янюшка бессмысленно вот эту построил башню. Вообще, у такого чуда и не поставить город. Блин, тут Мумбай. Ну, все. Коник ухана все-таки. Смотрите, компьютер поставил промышленную зону в соседстве с Акведуком. Удивительно. Блин, это не Акведук, это дамба. В соседстве с дамбой, вау. У меня, кстати, дамб практически нигде нельзя построить. Не то, что Индус уже на этой реке построил дамбу, это вообще только в плюс. Усталость от войны минус два. Ну, с Индусом надо заканчивать. Нет, вообще-то надо, чтобы выросло. И усталость от войны уйдет. Эх. Покеда слонятина. Вавилон за его... Ух ты, а там... А там Инк-то проигрывает Вавилону? Блин, так можешь мне подумать на том, чтобы на Инка напасть? Ну, сначала, конечно, Индуса надо добить. Вообще странно. У Вавилона не такая большая армия. Бонус соседства гавани. Не, наверное, пока не буду ставить. А вот юниты можно убрать. Я сейчас юниты сто процентов не буду строить. А что нам вместо этого поставить? Там мне, в общем-то, и нечего ставить, получается. Ну, давайте, наверное, ветеранство. Там я все-таки гавани строю. Да, давайте ветеранство. Немножко проблемка у нас. Дороги фигово пока сделаны. Так, слушайте, тут я три фермы точно сделаю. Катапульту не поведу уже к Мадурайу. Мне кажется, она там не нужна. Будем держать тут. Ну, вообще поведу вот сюда. Сразу против Кахамарки использовать. Ну, собственно, и башню тоже. А, слушайте, а на башню не действует генерал, да? Блин, лица все-таки отваливается пока. Блин, может, надо было добить. Мне кажется, мне тут хватило бы те юниты, которые у меня были, с лицем разобраться. А так теперь кучу... Ну, хотя я и этими, наверное, смогу с Мадураем. Нет, стоим. Так, здесь маяк готов, да? Кто с промышленной зоной? Тут плюс два, и тут плюс два. Ну, а как раз в тех местах, где акведук ставится. Хорошо. А кампус у нас? Здесь я тропические леса хочу вырубать. Блин. А вот плюс три промышленная зона. Без всякого акведука. Да, наверное, сюда. Кажется, мне надо уже дождаться здесь открытия каравелла. Лапнуть эти галеры в каравеллы и спокойно пойти поплыть, всех исследовать. Так, я должен мочь, мне кажется, караван купить. Угу. Из Кваламиндлини. Вот тут мне нужна дорога каким-то образом. Так что, наверное, в какой-то свой город отправлю. И из Дели мне нужна будет дорога вот здесь тоже как-то провести. Следующим ходом просто ускоряю караваны как раз. А, так и госслужба следующим ходом. Отлично. Отлично. Я думаю, я в Улунде вот здесь кампус сделаю. Са ракет наука. Ну, уже более-менее что-то. Госслужба открыта. И... Так, ну, на еду в Антаварию, конечно... Хотя, подождите, вот так будет дорога, получается, да? Или нет? А как в Антаварию будет дорога, как вы думаете? Я что-то не пойму. Слушайте, а может просто в Дели отправить тупо и все? Типа, проведу нужную мне дорогу одним караваном, да? А еще караван просто... Ну, на деньги куда-нибудь отправлю. Значит, этим тут вырубим, а этим починим здесь рис. Пять ходов до каравел. Красота. Еще я тут... Вот какие-нибудь фермы тоже надо поделать. Так, Лидс, ты что? Что-то как-то приуныл, Лидс. Надо, видимо, тоже пингалу туда пересадить. Ну, сейчас вот тут вы... А, кстати, уже даже нормальный плюс идет. Ну, короче, немножко потерпим. Лидс как минимум... Подов пять-шесть потерпит. Так. Может, Лян пока на аквакультуру прокачать пингалу? Видите, пингалу я пока... Вообще, по-хорошему бы пингалу уже... Ну, вообще, я сейчас тут вырублю лес. Вот после того, как я вырублю здесь лес, Магнуса с пингалой можно менять. Ладно, сначала, короче, Лян прокачаю все равно. Аквакультура не помешает вообще. Давайте, наверное, пока торговую республику. То есть что-то важное есть. Соседство... И губернаторский титул, и соседство промышленного... Давайте гильдии. Так, открыли мы бонус для гавани. Не, ну, плюс пять я оставлю. Производство, наверное... Можно производство заменить. Вассалы можно поставить. Но, блин, мне... Слушайте, а много я еще гавани... Вот тут маяк три хода, тут гавань строю. Тут маяк десять ходов. Не, наверное, я бы ветеранство не менял. Воинская повинность. Может, все-таки воинскую повинность. Просто счастье влияет на все. А где у меня... Ну, у меня в таких городах... Вот гарнизон, вот... Не в тех городах, где мне прям надо, понимаете. То есть вассалы тоже не особо будут нормально работать. Поэтому я бы не ставил, наверное... Я бы не ставил... Да, я, наверное... Блин. Я бы, наверное, пока все ассо-городское планирование... Или морскую инфраструктуру. Ладно. Оставлю как есть все пока. Амбар покупаем. И строим торговца. Еще какую-то ГГшку захватили. Индуса хочу уничтожить. Я даже не буду, как в прошлые разы, типа... Ждать пока по лояльности у него Мумбай отвалится. Просто уничтожу парня. Нееет! Моя каравелла! Какая тварь... Какая-то желтая тварь мне убила. Магадиша. Я тебя запомнил. Слушайте, а когда у нас дороги быстрее станут... Там их заново прокладывать, по-моему, надо. Чтобы они быстрее были, черт. А че кампус плюс один? Че-то слабенько совсем. Ладно, пора уже кампуса ставить. Так. Четыре хода до каравелла. Вообще ничего вменяемого нету. Промышленная зона. Может, театралку поставить на плюс 3? Давай театралку поставим. Раз у него тут арена стоит. Рабочих мало, на самом деле. Постарайтесь создать мощный флот. Че-то Вавилону флота захотелось. Комиссарского. Блин, господи, кто там города-государства-то убивает? Погодите, а я союзы открыл? Я ж союзы открыл. Че я в союз не вступаю с Вавилоном и Францией? Так, значит, тут ставим ремесленники. Вместо воинской повинности. И че у нас еще открылось? Нет, это не надо. Может, гражданский авторитет? Ну, Магнус, во всяком случае, будет работать. Не, ладно, пока так оставлю. Дальше. Наверное, в Торговую Республику мы как раз три хода построим. Апнем каравеллы. Так, здесь, наверное, уже... Таки пингалу. И пингалу сажаем в Улунди. А Магнуса в лиц, чтобы чисто пока не отваливался. Посмотри, может, там что-нибудь вырубать есть? Нет, нечего. Так, с Хамурапи. Наверное... Какие там союзы? Наверное, научные. Так, а с Францией я бы, наверное, военный. Потому что я не могу туда посылать караваны. Так, хорошо. Если мы военный, может, ты войну индусу объявишь? Объявит. Отлично. Тамерлан вставки в своей в Майсуре готовит план нападения на Мадурай. Да ладно, уже пошел отчет до следующей эпохи. Ну что такое? Что-то очень быстро все. Я не успеваю с завеянием времени. А, ну конечно, я же строил рабочего, чтобы тут вырубить на кампус. Черт. Ну давайте еще одного. Не помешает. Плюс 5 веры. Ну давайте синагогу. Так, можем что-нибудь, кстати, в центре города купить. На водяную мельницу у нас нет. Вот там бар. Все, не спрашивай меня больше. О мирном договоре. Чего он три бушеты наклепал, интересно? Кто мне тут войну объявил еще? А, Катерина Медич и Ганди. Что-то португальцу не нравлюсь я почему-то осудил меня. А он даже Англии и Инкам нравлюсь, с которыми вы... Ну как? Не нравлюсь, конечно. Конечно. То, чтобы, видите, в радиусе все здешние юниты оказались. А, Катерина Медич и Ганди. Так, я думаю, что нам надо отправлять караваны в Вавилон. Несмотря на то, что это меньше денег дает. Зато больше науки. Маяк. Так, тут строителя надо. Да блин, ты задолбался своими этими. Ладно, я постою. Не буду атаковать, подожду в каравеллы апнуться. Томительный индус. Нифига ты вообще три ремы строишь? Так, кампус вот тут у нас на плюс два можно. Ну, кстати. Давайте строителя. Отмечу, что сюда кампус. Надо уже по науке догонять. Мы очень отстали. Так, тут маяк. О, кажется, Литц перестал отваливаться. Вау. Ну да, Магнуса достаточно с монументом. Так, амбар мы тут купим потом. Гавань построена. А что тут сейчас? Ну давайте строителя. В общем-то, как раз в этом городе и строить нечего. Будем апать каравеллы без карточки. Потому что у нас там все слоты заняты. Все нужно. Не все, кто виноват. 180. Да, хватает. Ой. И примем. Нет, давайте вышну. Ну, чтобы в разных городах Блин, тут, конечно, разграбить. Ну, вообще, вряд ли. Чтобы в разных городах эти были торговый путь. Нифига себе! 1020 год нашей эры. Нормально вообще? Нет, нормально? Ну, чудо света промышленности промышленности промышленной эры построил. Очевидно. Это уже, блин. Ну, продcja, понимаете... Не получится. Продолжение следует... Так, все, пора образование. Еще одного я в любом случае не получу, а библиотеки, универы я уже достраиваю. Все, открыли торговую республику. Тут только... Подождите, нам сначала повоевать надо, потому что у нас олигархия 20% опыта дает. Сначала повоюем, а потом... Так... Минус арбалет... Наверное, сюда встану, апну. Дальше... Даже ближе подойду против городских атак. Тут, наверное, я не убиваю, поэтому я, наверное, просто в город долечиться. Так, генерала вперед ведем. Этих тоже вперед. Блин, а тут стены возрождения. Блин, у нас, короче, эта фигня не будет работать против стен возрождения. Она только средневековые и древние стены. Нормальненькая. Так, поплыли открывать. О, открыл другой континент. Это Вавилон, что ли, здесь уже так расселился? Не, это Франция. Кстати, а вот где у нас Франция? Слушайте, так мне надо было с Францией нормально. Я что-то думал, Франция за инками где-то. Вау. А, так, тут я откладываю производство, чтобы здесь кампус начать сразу делать. Тут, значит, я вырубаю сразу тоже на кампус. Ставим этот самый кампус сюда. Может, кстати, починить укрепление. Давайте я укрепление починю на всякий пожарный. Так. Здесь бы, конечно, ферму, но сейчас денег жалко. Жалко деньги тратить. Что у нас тут еще? Давайте я вот здесь лесопилку сделаю. Так, в Дели синагога строителя. Здесь я вырублю тоже кампус. Надо себе поставить сразу на будущее, чтобы не забыть. Блин, ну и смысл, когда я подвожу сюда башню. Тут средневековый. Ну, тут башни и так есть. А в Лондоне? А в Лондоне вообще... А почему тут не пишут, что тут стены вообще... А, древние, все. Я слепой. Как обычно. Ладно, стоим в защите. Стоим в защите. Сюда подходим. В Майсуре амбар. Ну, наверное, строителя давайте. Нафига нам тут храм. По-хорошему. Так, тут я откладываю производство. В принципе, я походил всеми. Вот теперь торговую республику и принимаем. Так, значит, точно плюс два к влиянию. Хочу ли я первый посол? Может, пока торговую конфиденцию... Я не знаю пока, куда мне послов отправлять. Мне валет выше крыши. Там в научные, когда универы построим. А универ я даже еще не открыл. Понимаете? Так, тут, наверное, торговую конфедерацию. Это я уже все отправляю. Тут пока оставлю как есть. О, замки. Может, мне средневековые стены открыть? Давайте вот образование и средневековые стены. А потом, возможно, в верфи пойду. Или вообще в банки. Строитель. Так. Тут я все сделал. Значит, дальше в дипломатическую службу. И заканчиваем ход. А еще, кстати, кроме Shift-Enter, еще напомню, ход заканчивает правой кнопкой просто вот на этом нажать. Правой кнопкой мыши. Я просто уже как-то привык к Shift-Enter. Так, что за звуки? Где тут кто плавает? Здравствуйте. 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 Фигаси, Россия, 104-165. Смотрите, с колен встала. Это марка of an educated man. А вообще, Россия тут у нас не в лидерах ли? Ну, вообще нет. Что там, поторговать есть чего? Ну, а если найду? Нормально. Плеслить, сколько городов у России? Астрахань вообще на арбузах там разжирается. Нормальненько. Так, а делегацию они примут? Нет. Так, ну у нас одно очко осталось. Я думаю... Вот сейчас убьем этот... И мы уже в героическом, да? Да. Созывает очередную... Внеочередную сессию кто-то. Так, слушайте, давайте города французов тогда откроем. Потому что выглядит так, что в них посылать караваны мне будет очень круто. Так, здесь нам надо... В осаду город взять. Может уже начать атаковать. 49. Проблема в том, что, видите, мы можем атаковать без... Ну, короче, стены будут мешать. Но стену мы, по идее, должны снять вот этими всеми атаками, мне кажется. Ладно. Эту увозим. Блин, тут караван не разграблен. Потому что я вообще караван просмотрел. Так, вот тут лес надо вырубить. А тут пойдем сюда лесопилку сделаем. Здесь вырубаем, ставим кампус. Поехали дальше в универ, наверное. Так, тут у нас пустынная буря. Так, булаваю не надо, чтобы умирал. Один ход, ну, это тоже строители. Кстати, за счет валета мы же еще и в этих военных районах тоже можем покупать за веру. Тоже классная. Классная штука. А он решил арбалет мне обстреливать. Валет ту перекупили у меня. Ну, он для меня осуждает. Вообще, Россия, смотрите, особенно по культуре, да? А, вот они че. Так, ребят, я думаю, нам сейчас Англия с инками войну объявят. Ну, Англия точно будет за это голосовать? Это явно она предложила. А инк за кампанию. Вот прям уверен. Да. Англия, инк, индус, да. Так, но. Я же могу сразу. Так, мне надо, вот. Хорошо, что я сохранил послов. Мне надо обратно валетту выкупить. Так. И. Стены сразу здесь делаем. А следующим ходом еще и средневековый. Не, ну лиц не берется сейчас. Даже без юнитов. Я, на всякий случай, сюда пока уберу башню. Подожди, давайте, наверное, атаковать. Посмотрим, насколько это больно. Ну, вообще, не очень, конечно, получать. Ну, повышение сейчас приходит. Посмотрим. Может, главное, что они у него останавливаться не будут, так как в осаде. Видите? Так, тут. Разграбим. 50 здоровья. А тут, наверное, караван разграбим. 50 монет. Так, что-то Майсур отваливается. Минус 7,8. Неприятненько. Так, тамерлан стоит. Из булава ее... Что, никуда в Вавилон не дотягивается? Так, подожди, давайте посмотрим города Франции. Может, куда-нибудь во Францию. Так, доступные пути. По деньгам. Вот, во Францию. А по науке... Во-первых, этот отправляем. Я бы на науку пока отправлял. Из Улунди в Барсидате. Из Улунди. Из столицы все-таки. Ну, бонусы столицы будем. Так. Лесопилочка. Тоже в Барсипу сразу. Это у нас перестали к инку бегать просто. А, стоп. А давайте мы, наверное, армию. Что это я тут? Импи. Может, и в Улунди давайте импи пока. И к Вадакузе еще импи сделаем. Что-то какой-то иконка импи не та, по-моему, нет? Так, Магнус в Литсе. Пингало в Улунди. И надо с кем-то поторговать. С русским нечем. С Португалией нечем. С Францией... Чем Франции нечего взять. Вавилон? Нечем. Надо другие, конечно, цивы встречать. Нет, мой арбалет. Может, такими тварями быть. Взял, убил арбалет. Оксфордский университет построили. Мавзолей в Геликарнасе. И встретили Кабул. Так, давайте рабочего захватим. Тут поменяемся, наверное, местами. Вот так. Проатакуем, пожалуй. Ну, не должен. У этого арбалета просто плюс 10 против городских атак. Не должны его убить. Тут постоим. Не, собственно, очень тяжело без... Блин, мне бы... Может, мне 400 накопить и купить требушет? Он же по требушету будет стрелять. Вот прям 100%. Так, 3... Не надо, пока никуда. А, подожди, так у меня стоит карточка плюс 9. Ну, то есть, по идее, мне надо бы посылать послов, потому что они будут деньги давать. Так, сейчас со мной воюют. Да и гипсы... А что, кстати, дает на гипсе производство? Я уже в упор не помню. Ну, ладно, давайте фермы пока. Блин, вообще хочется его... Апнуть в требушет. Ну, тогда я не смогу купить требушет. Так? Так. Так, этот вроде не... Кстати, а где у нас там стрельцы-пикинеры? По техам. Блин, ну надо оружейную... Выходить стрельцов-пикинеров, это все-таки апаются импи мои. То есть, импи у нас... 45, а эти будут 55. Плюс 10. То есть, оружейную надо все-таки где-то построить. Надо сначала библиотеку выбрать, а потом... Вырубать лес. Слушайте, а Бордо... Так, давайте мы на Инка опять кого-нибудь натравим. А Инка так с Вавилоном воюет. Кроме того, мне надо, вообще-то, Францию натравить. Подожди, Франция с русским воюет? Нет, с индусом. Блин, жалко, что... Ну, потому что у нас военный союз с Францией. Мне бы не помешало, чтобы она войну объявила всем. Вот где Геликарнас француженка построила. Так, где у нас тут кампус? Хм, плюс 3. Слушайте, а давайте тут берем камень. И отложу на один ход строительства, чтобы офигительный кампус там построить. У меня несчастье. А где Кабул? Ага. Что, дает? Вдвое больше... Вдвое больше опыта. Блин, ну туда 7 надо, чтобы соседей... Блин, Кабул был бы мне классен. Ладно. Пока без Кабула. Так. В Лидсе давайте эти купим еще. Средневековые стены. Ну, удачи во взятии Лидса. Прямо даже интересно. Да нет. Я два арбалета потерял. Как-то... Почему так больно? Индийским центром города. У меня арбалет прокачан на плюс 10 пост против атак из центра города. Почему так больно из центра города бьет? Черт. Так. Тут надо ставить учетные банки вместо торговой конфедерации. Прямо 100%. Думаю, городское планирование убрать мне уже. Может, вообще довольство поставить. Но это только на Пингалу и Магнуса сработает. А Магнус у меня в говняном городе сидит. Поэтому... Давайте, ладно, соседство кампуса пока поставлю. Так, теперь тут я все-таки куплю, наверное, требушет. Мне это больно. Так, дальше, наверное, в гуманизм. Два храма я еще смогу построить, потому что у меня вот тут и вот тут священные места есть. Ммм... Ммм... Ученые нырять и там копошиться, как жуки-навозники. Не, ну жуки-навозники в море, конечно, не копошатся. Это я. Это... Выдумка. В этом и шутка состоит, ребят. Нет, тут, конечно, в требушет надо апгрейдить. Блин, может, поставить карточку на... На ап. Ну, пока вот у меня сейчас не будет денег, конечно. Ммм... Может, открытые границы с русским еще попросить. Здравствуйте. Так. Иканда. Театралка. Ладно, давайте пока торговцы. Вообще, мне бы... Это аэропорт, конечно. Обалдеть, да? Офигительный заповедник, который ни хрена не дает. Просто... Просто ноль. Короче, заповедниками компьютер не умеет пользоваться. Так, здесь у нас тоже где-то кампус вроде на плюс два, да? Но он вот, видите, затапливается очень быстро. Может, не выделываться? Типа, тут построить лучше потом. А, ну, я, наверное, пока строителя здесь сделаю. Ну, я не знаю, со стенами Средневековья уже даже Каравелл ничего не сможет сделать, я думаю. Как у него тут трибушет оказался? Что это за читы начались? О, Рыцарь против Импи. Просто 5 баллов выбор юнита построил. Я понял, он, короче, построил два юнита, ему выкинуло трибушет за город. Но нам надо его убить, чтобы свой трибушет подвести. Вот в чем проблемка. Давайте, наверное, так сделаем. И вот так. Дальше сюда трибушет подводим. Тут стоим в обороне. Ну-па, тут у Мгундлову начинают окружать. 170. Так, слушайте, я, по-моему, не просто так строил рабочего. Тут какой-то... А, или просто мне не хватало еще жителей, чтобы район построить, поэтому я строил рабочего. Да, наверное, так. Ну, в принципе... Вот тут плюс два. Давайте поставим. У нас, собственно, нормальных-то кампусов и нету нигде. Нормальных мест под кампусы, имею в виду. Наверное, рыбку надо обработать. О, православие приходит на наш континент. Так. А он не даст открытые границы, когда... У нас-таки такое отношение, да. У нас, походу, внутреннее море. Хотя, может, тут есть проплыв. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, амбар я бы купил скорее. Петру я бы в кваду Кузи скорее построил. Ладно, давайте шпиона. 10 ходов, я понимаю, но... Так, потому что я бы вот тут троечку ферм сделал, вырубив болото. Три посла. Ладно, пока держим. Если у нас валет, то отберут в агре амфитеатр. Не, ну тут медленно утрачу. Уже немедленно. Попытался рыцарем самоубиться. Да, тяжело, Мадурай, конечно, без... Ну, вы видите, вот Каравелла проатаковала лиц и минус один к силе. Ой, минус один к этому курону. Ну, это не берется просто. Средневековые стены. Опа! Промышленная эпоха началась. А это значит, ребята, что продолжение. Будем строить новую Россию, руководствуясь вашим примером. Всем бы так в России. Если бы Россию строились, руководствуясь моим примером, она была великой страной, а не то, что сейчас там происходит. Это не считая игры. Вышли в индустриализацию, я так понимаю. Так, каменоломни, мушкетеры. В промышленную эру. Но это уже в следующий у нас героическая эпоха началась. Героическая эпоха в Зулустане, в Империи Зулусов. Это уже в следующей серии. Спонсоры канала, кстати, могут прямо сейчас ее уже поискать в вкладке «Сообщество». Наверняка она там есть. Для всех остальных она выйдет завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живи Беларусь! И Россия будет свободной. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо. И спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.